Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу Самарская среда. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как в центре Самары справляются со снегопадами коммунальные службы? Когда начнется ремонт дорог в историческом центре города? Какие территории будут благоустраивать в Самарском районе по программе «Комфортная городская среда»? В нашей студии глава Самарского внутри городского района городского округа Самары Роман Радюков. Роман Александрович, добрый вечер. С чего бы хотелось начать беседу? Начать хотелось бы с конца календарной зимы. Она завершилась, но зима тем не менее еще продолжается на самом деле. А как вы оцениваете работу системы ЖКХ в этих непростых условиях? На самом деле, пока у нас закончилась только календарная зима, на дворе 3 марта, тем не менее и в будущем у нас погода будет преподносить еще сюрпризы. Мы оцениваем в настоящее время работу наших коммунальных служб как вполне удовлетворительную. Мы ежедневно проводим мониторинг территорий силами отдела ЖКХ, администрации района, административной комиссии, управляющих микрорайоном. Отдел ЖКХ у нас также выходит с первыми дворниками. То есть, если есть снегопады и нужно чистить дворовые территории, дворники выходят у нас и в 5, и в 6 утра. И контроль осуществляется сотрудниками ЖКХ также в это время. Есть управляющие компании, которые положительно работают довольно-таки активно, исправляются со своими обязанностями. Есть управляющие компании, которые нужно, мягко говоря, заставлять. Но, я думаю, и жители, и гости нашего района это видят. Среди положительных компаний... Хотелось бы отметить, кстати, вот, ну, скажем так, отличников, что называется. Да, ну, отличников... Хотелось бы отметить в этом году муниципальное предприятие Жилсервис. На их долю выпала самая тяжелая ноша. Они обслуживают у нас практически 90% жилого фонда. И мы все прекрасно знаем, что это за жилой фонд. Во-первых, это малоэтажная застройка, это очень много домов, очень много входов и выходов из подъездов. И вот в такую вот зиму им приходится очень активно работать как днем, так и ночью. И, собственно, их работа оценивается как удовлетворительная. Это старый, причем ведь еще жилой фонд, насколько я понимаю, который сложный в обслуживании. Да, безусловно. Это старый жилой фонд, он очень сложный в обслуживании. Он бывает удален от уличной дорожной сети, где снег нужно вывозить там не 3-5 метров, а нужно вывозить гораздо дольше, чтобы его потом вывозить на полигоны. Роман Александрович, ну вот мы начали говорить о том, что зима непростая была в этом году, но она, собственно, еще и продолжается. Снег, мороз, дождь, опять снег, мороз, опять дождь. Вот оцените ситуацию с крышами жилых домов. Много жалоб на текущие кровли? И как нужно решать эти вопросы, на ваш взгляд? Ну, жалоб большое количество от жителей поступает и в администрацию, и в государственную жилищную инспекцию по поводу протечек. Да, вы правильно абсолютно сказали, что зима это очень сложная, и она сложная не тем, что она там снежная, например, да, сложная тем, что большая амплитуда колебаний температур. То есть у нас были перепады суточные и до 20 градусов, когда сначала был мороз, там порядка 18-20 градусов, например, а на следующее утро была уже плюсовая температура, и снежный покров начинал стекать. А нас после этого, там через день или через два, опять ударили крепкие морозы, и понятно, что вода на крышах заберзает, если эта крыша, там, например, фальцевая, да, то есть вода, лед расширяется, и образуются какие-то микротрещины. Потом при следующем таком перепаде эта трещина растет, и, конечно, это способствует протечке кровель, что наносит ущерб самому зданию и жителям, конечно же. Вот. Ну, конечно, ветхость жилого фонда и крыши тоже сказывается довольно-таки сильно, потому что некоторые крыши у нас, большинство крыш шиферные. Кстати, хочу отметить, несмотря на то, что наш район самый небольшой в городском округе Самара, да, но так как у нас 1370 многоквартирных домов и... 1370? 1370, да, многоквартирных домов, плюс 7,72 объекта социальной сферы, большинство из них имеет скатные кровли, то есть это те кровли, они потенциально опасные. Самые сложные. Самые сложные, с них съезжает снег, да. И площадь этих крыш, это составляет одну четверть от всех крыш городского округа Самара. То есть у вас, собственно говоря, для вас эта проблема может быть, ну, одна из самых сложных? Да, это одна из самых сложных проблем для работы управляющей компании. Повторюсь, что вот муниципальные предприятия, жилсервисы обслуживают 90% таких зданий, соответственно, у них очень большой объем по очистке кровель. Кроме того, кровли, как я сказал, ветхие, и зачастую не получается очистить их на 100%, потому что сотрудники боятся повредить и тому же нанести ущерб просто безвозвратной кровли. Поэтому подходим очень аккуратно где-то, ну, понятно, что мы сосульки счищаем в первую очередь, чтобы не нанести ущерб прохожим или жителям этого дома. Чистится периметр крыши, а уже верхушка чистится в последнюю очередь очень аккуратно, чтобы не проломить кровлю. Кстати, Арман Александрович, у меня такой, знаете, даже личный интерес. А вот если говорить вот об этой очистке, это в этом муниципальном предприятии свои штатные специалисты, потому что типичная ситуация протечки кровли, это выходят, скажем так, сомнительные бригады на крышу и пробивают. То есть ее летом сделали крышу, зимой пришла бригада чистить снег и ломом сделала дырку. Ну, у нас в наших управляющих компаниях есть и штатные сотрудники. Вообще в зимний период трудится 58 бригад на территории района по очистке кровель. Ну, опять, если говорится за самое крупное предприятие, там, жилсервис, да, у них в каждом ЖЭО есть свои бригады штатных сотрудников, но когда экстренные случаи, когда большой снегопад и нужно оперативно убраться, конечно, они привлекают подрядчиков. Но в любом случае контроль за работами подрядчиков ведется как со стороны управляющих компаний, так и со стороны старших по домам, жильцов. И если такие проблемы... Это очень важно. Да, безусловно. И когда такие проблемы возникают, они могут возникнуть и быть понятными не сиюминутно, не сегодня, не завтра, да. Вот весной будем делать оценку всех кровель, и если кровля пробита в этот сезон, естественно, будем предъявлять претензии уже тому подрядчику, который работал на данном участке. На этой кровле. Зима была снежная. Как решается задача уборки дорог в районе? Район у вас непростой в этом смысле? Район у нас непростой. У нас много спусков к Волге. Это одна из самых главных проблем для организации, которая занимается уборкой. У нас уборкой занимается компания «Кедр». Это подрядчика департамента городского хозяйства. Они выбирают два района в городе. Это Кировский и Самарский. Дороги у нас делятся на категории. И от этого складывается количество уборок и периодичность уборок складывается именно от категории дорог. И вот как вы оцениваете эффективность их работы? Ну, оцениваю как удовлетворительную. Конечно, были нарекания со стороны жителей и со стороны надзорных органов о работе компании в снежные периоды. Но сейчас ситуация поправилась. И, на мой взгляд, компания работает вполне достойно. Дворы и внутридворовые проезды – это уже зона ответственности управляющих компаний, это СЖ. Вот как они отрабатывают эту задачу, то есть уборку дворов и внутридворовых проездов? Ну, дворы и внутридворовые проезды – действительно зона ответственности управляющих компаний, ТСН и ТСЖ. Опять-таки, как и с очисткой кровель, есть у нас передовики производства, есть и, мягко говоря, аутсайдеры. Выходы из подъездов очищаются утром после снегопада. Ну, вот по статистике, порядка на 9 утра, например, дня после снегопада, когда мы проезжаем с мониторингом, 85-95% выходов из подъезда очищено. Это хороший результат. Это хороший результат, но это не все, что нужно чистить управляющих компаний, там у нас есть и отмостки, и дальше проходы до тротуаров, которые идут по улицам. Это уже второй этап очистки, они уже этим занимаются позже. Ну, и плюс к тому, у нас же есть еще и внутриквартальные проезды, которые закреплены как раз-таки из администрации внутригородского района. У нас есть подведомственное учреждение, муниципально-бюджетное учреждение Самарское, которое чистит эти внутриквартальные проезды, так называемую незакрепленную территорию. Тоже сразу после снегопада техника выходит, выходят дворники и очищают. Но вот в течение суток после снегопада все внутриквартальные проезды, а у нас их более 80, они очищены. Роман Александрович, когда стартует работа по ямочному ремонту дорог, потому что уже пора, и как бы дороги, мы видим, есть места, где требуется ремонт. Ну, предварительная работа по ямочному ремонту, она ведется, и ведется она, в принципе, на постоянной основе. Потому что мы мониторим уличную дорожную сеть, видим ямы, которые, опять-таки, от разности температур образуются даже, казалось бы, на новых дорогах и на гостевых маршрутах. Мы фиксируем все эти недочеты, составляем списки, отправляем их в департамент городского хозяйства. И при наступлении теплого периода, уже я знаю, что в конце первого квартала готовы приступить к ямочному ремонту. У нас по плану в Самарском районе, в районе 400 метров квадратных, именно ямочного ремонта будет выполнено в весенний период. А что сделаете в первую очередь? Ну, в первую очередь, конечно же, мы будем смотреть на основные улицы, на гостевые маршруты. Это улица Куйбышева, улица Фрунзе, набережная. Ну, и потом уже по величине, так скажем, проблемы. Если яма действительно требует скорейшего ремонта, будем перемещаться туда. А когда начнется ремонт картами? Потому что ямочный ремонт, понятно, что это, скажем так, временные меры для того, чтобы решить проблему сейчас. Ну, ремонт картами в Самарском районе не планируется. Поясню, у нас район довольно-таки специфический. У нас много небольших дворовых территорий, и дворовые территории мы делаем комплексно. То есть по контракту администрации Самарского внутригородского района у нас на этот год запланирована 21 территория, которую мы планируем сделать. И, повторюсь, мы делаем не карту, а мы заходим во двор вместе с бортом, с поребриком, с бордюром, да, и целиком делаем двор. Потому что картами у нас не представляется возможным делать ремонт. Ну, понятно, старый Самара, там как бы все немножко по-другому. А внутри квартальной дороги когда планируете ремонтироваться? В настоящий момент заключается соглашение с Минтрансом, потому что деньги это не только местного бюджета, мы только в софинансировании участвуем, а деньги это Министерство транспорта. Заключается соглашение, и при наступлении теплой погоды после торгов мы выходим. И я думаю, что к майским праздникам мы начнем уже ремонт внутриквартальной территории. Есть такая очень эффективная и очень, на мой взгляд, выгодная для жителей программа, которая называется «Комфортная городская среда». КГС еще иногда ее называют на сленге. Вот какие проекты будут делаться в 2021 году по программе «Комфортная городская среда»? По проекту «Комфортная городская среда» в 2021 году мы будем обустраивать четыре территории. Могу даже назвать адреса. Нужны. Да, это «Некрасовская-48», «Некрасовская-21», «Максима Горького-125» и «Фрунзе-14». Здесь уже есть у нас дизайн-проекты, есть сметы, более того, уже прошли торги, заключен контракт с подрядчиком, и при заключении контракта во время торгов у нас образовалась экономия, порядка 500 тысяч рублей. Мы планируем в этом году сделать еще сверхпланы, еще один двор. Сейчас мы как раз определяемся, какой это будет двор, разговариваем с жителями, потому что «Комфортная городская среда» – это проект, который согласовывается с жителями и делается по пожеланиям, все пожелания жителей, которые высказывают в рамках формирования дизайн-проектов, они учитываются в реализации. Насколько это вообще инициатива жителей по большому-то счету? Если они хотят, они это получают. Вот как я себе это, знаете, вижу, как сам, как житель города. Да, и это очень замечательно, потому что когда человек сам с инициативой выходит о благоустройстве территории своего двора, либо какого-то общественного пространства, понятно, что и радости людям это больше приносит, и ответственность человек чувствует за то, что он приложил к этому руку, относится к этому более бережно. Ну и самое главное эффективно, наверное, потому что люди сами планируют, чего они хотят, и они говорят, вот мы хотим вот это, вот это и вот это, и чтобы выглядело это вот таким-то образом именно. Конечно. И при формировании дизайн-проектов мы учитываем мнение всех жителей этой территории. Если мы заходим в какой-то двор, мы собираем собрание, потому что понятно, что сколько людей, столько и мнений, и мы стараемся сделать такой оптимальный проект, который приемлем для всех. На 2022 год как будете формировать программу, потому что вот эти четыре территории, они попали, я так понимаю, после голосования. Вот когда начнется формирование программы на 2022 год, как будете с этим работать, что будете делать? Ну, эта программа у нас реализуется уже не первый год, и у нас есть очередь заявок, которые разместились еще в прошлом, позапрошлом году, поэтому несколько дворов уже есть, у нас есть понимание, но вот один из них переместится на текущий 2021 год, несколько заявок у нас есть, которые будут реализованы в 2022 году, но тем не менее программа продолжается, она не останавливается, поэтому если есть желание у жителей поучаствовать в программе «Комфортная городская среда», то нужно обратиться в администрацию, либо прийти в отдел благоустройства, либо любым доступным способом, можно даже по электронной почте, оставить заявочку, с ними свяжутся специалисты, разъяснят правила участия в этой программе, помогут с дизайн-проектом, и еще подскажут, как правильно реализовать этот проект совместно на территории двора жителей. Ну, то есть максимально помогут на самом деле? Конечно. Причем, я подчеркиваю, ведь это деньги же приходят еще и федеральные, что приятно, то есть мы Самару благоустраиваем, делаем ее красивой, в том числе с помощью федеральных денег? Да, абсолютно верно, это очень здорово. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, а затем продолжим нашу беседу уже немножко на другие темы. Ирина Чебыкина живет в Самарском районе и любит проводить время в сквере Высоцкого, прогуляться с внуками и просто посидеть в уютном уголке города. Говорит, после того, как сквер благоустроили, проводить здесь время стало еще приятнее. Очень востребованно. Все это как бы доступно, детям удобно. Очень-очень им нравится, у меня старший внук сейчас вот придет. Сквер благоустроили по губернаторскому проекту «Содействие». Преображали его в два этапа. Сначала здесь появился амфитеатр, а сейчас открыли гитар-парк с современной детской площадкой. Своим названием он обязан большому арт-объекту на входе в игровую зону в форме гитары, которую не выпускал из рук Владимир Высоцкий. Идея, задумка интересная была теми, кто проектировал ЦСКР. Я думаю, что такого арт-объекта в Самаре еще подобного не было. Проект составляли архитекторы, городские власти и местные жители. Проводились регулярные встречи и переговоры, рассказывает представитель инициативной группы Ирина Волкова. Но результат превзошел ожидания. Вот мы получили то, что есть. То есть вот эта система и это как раз содействие, так называемое, оно работает, работает и сами мы видим, вот это налицо у нас. Это вот первый проект, это вот у нас сцена, это вот комплекс у нас со сценой. И второй, это у нас гитар-парк. В этом году в плане благоустройства по проекту содействия свыше 20 территорий. Как меняется Самара, замечает каждый житель и гость города. Роман Александрович, итак, вот проект содействия, государственная программа Самарской области, поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области. Как район участвует, что сделано и что планируется сделать, и что вообще можно сделать со своей помощью? Это на самом деле очень нужный, важный проект. Благодарю за это губернатора Самарской области Дмитрия Георгиевича Азарова, за то, что этот проект есть на территории нашей губернии. В нашем районе мы осуществили два проекта в позапрошлом и в прошлом году, как сказано было в сюжете. Сначала мы сделали амфитеатр и такой концертный комплекс на территории сквера Высоцкого. И вторым этапом сделали гитар-парк, потому что жители обращались, что площадка детская в центре города уже стала такой довольно-таки устаревшей и от времени, и от дизайна. Хотелось чего-то нового. Вышли с инициативой и нарисовали вот такой дизайн-проект и, собственно говоря, его реализовали. Что важно в этом проекте? Во-первых, мы комплексно закончили сквер Высоцкого. Он у нас состоит из двух зон. И, опять-таки, вот здесь еще даже больше, чем в программе «Комфортная городская среда» чувствуется участие жителей, потому что проект «Содействие» подразумевает собой и финансовое участие юридических и физических лиц в реализации этого проекта. То есть если в программе «Комфортная городская среда» от жителей и от тех, кто хочет реализовать у себя на территории эту программу, нужно только желание, то в случае с проектом «Содействие» здесь еще нужна финансовая поддержка. То есть хоть маленькая, но помощь. Да, и от этого ответственность и желание реализовать проект именно в том виде, в котором хочется, еще больше у жителей и у инициаторов этого проекта. Без ложной скромности скажу, что когда мы первый раз реализовывали проект, когда строили концертный комплекс с амфитеатром, стоимость проекта была более 9 миллионов рублей. Это на тот момент было самым крупным проектом из дворовых территорий. Я не беру общественное пространство, которое реализует город. Из районных таких пространств это было самым финансово емким проектом. И в тот момент юридические и физические лица района собрали почти 1 миллион 400 тысяч рублей. Какие молодцы! И это самое крупное финансирование среди всех районных проектов. Ну и вторая часть проекта «Гитарпарк» тоже довольно-таки получилась финансово емкой. И юридические и физические лица района тоже хорошо поучаствовали, за что им отдельное спасибо. Это про то, что сделано. Что планируется сделать? В этом году мы выиграли, опять-таки, возможность реализовать проект на территории района. В этом году будет реализован проект «Веселая ферма». Он будет находиться на территории, на улице Максима Горького, около детского садика. Там инициативной группой выступили как раз-таки родители тех деток, которые этот садик посещают. И получится, по моему мнению, очень здорово, ярко и хорошо. И опять-таки, это двор, который выходит на набережную. И он будет радовать своим видом не только деток, родителей и жителей окрестных домов, но также гостей района и города. Район можно еще развивать с помощью такой штуки, как президентские гранты. Тоже очень эффективный механизм, на самом деле. Какая работа проводится? Что касается президентских грантов, да, у нас уже тоже есть опыт. В прошлом году мы выиграли президентский грант, который назвали «Спорт доступный для всех». Этот грант позволяет детям абсолютно бесплатно, на безвозмездной основе, заниматься дзюдо. У нас инициатором этого проекта выступил тренер с клуба единоборств «Олимп». С помощью средств президентского гранта, закупленной татами, кимоно, которые бесплатно раздали детям. И он со своим тренерским штабом в настоящее время проводит занятия под дзюдо для подростков от 13 до 17 лет. И, пользуясь случаем, я приглашаю жителей района и города посмотреть, если это необходимо, на занятия под дзюдо. На бесплатные занятия под дзюдо. На бесплатные занятия под дзюдо. Подчеркнем. Вот, кстати, Роман Александрович, вы мне сейчас прям бальзам на душу пролили, потому что я сам когда-то занимался дзюдо. Это мой родной вид спорта. Дзюдо и бокс – это то, чему я отдал многие годы. И поэтому мне особенно приятно, что в районе развивается этот вид спорта, потому что, кстати, Самарский район когда-то был центром. Дзержинка знаменитый – это была та территория, где развивался самбо и дзюдо. И затем стадион Динамо, но это вот как бы была мекка самарского дзюдо. И, собственно говоря, оттуда очень многие люди вышли. Поэтому продолжаем традиции, можно сказать, самарского района. Продолжаем традиции, потому что, ну, их надо продолжать. Роман Александрович, пандемия коронавируса, она пошла на спад, но, к сожалению, пока далеко не побеждена. Какая работа ведется с объектами потребительского рынка, управляющими компаниями и населением? Потому что, ну, иногда вот есть ощущение, что люди где-то, может быть, немножечко, ну, уже расслабляются и считают, что все кончилось, и что их-то уж беда может миновать. Ну, работа ведется довольно-таки активно по всем направлениям. И я бы эту работу даже разделил, наверное, как и, собственно говоря, принято считать первую и вторую волну коронавируса, да, тоже на первую и вторую волну. Поэтому, когда весной, как только мы вступили вот в эту нехорошую историю, еще жители не до конца понимали всю важность этой проблемы, да, мы сталкивались с таким негативом, что, ну, там, мы не будем носить маски, мы не будем дезинфицироваться, все пройдет мимо нас. — Этого вообще не существует? — Этого вообще не существует, да. Тем не менее, со временем все поняли, что действительно это очень важно. Вот. И сейчас и нарушений, и в объектах потребительского рынка, и в других сферах, я могу сказать, что уменьшается в разы. У нас проводятся ежедневные мониторинги отделом потребительского рынка по торговым центрам, по объектам торговли, по ресторанам, ночным клубам, где происходит скопление людей, с профилактическими беседами. Если профилактические беседы не доходят, то у нас есть статья 20.6.1 административного кодекса, соответственно, мы вынуждены прибегать к привлечению к административной ответственности. Мы, управляющие компании, в ежедневном режиме дезинфицируют подъезды. — То есть работа эта ведется? — Работа эта ведется до сих пор, да. Это и ручки дверей, и кнопки лифтов, и перил, и так далее, это обрабатывается все дезинфицирующими средствами. По делам ЖКХ района, соответственно, осуществляется контроль за этой деятельностью. Управляющим микрорайоном на постоянной основе проводятся и профилактические беседы. Мы расклеиваем объявления на информационных досках с предупреждениями. Обзваниваем людей 65+, это потенциально опасная категория, подверженная заболеваниям. У нас порядка 3,5 тысяч людей этой категории проживает на территории района. И до 83% из них мы дозвонились, как сейчас помню эту цифру, лично пообщались с ними. Но также через старших по домам, где живут эти люди. Естественно, мы эту информацию доносим, предупреждаем о том, чтобы наши уважаемые люди почти на возрасте береглись. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что пандемия закончится все-таки в ближайшее время, потому что сейчас идет вакцинация. И люди как-то уже стали себя вести аккуратнее, осторожнее. И, соответственно, будет больше спорта, о чем мы говорили, и меньше болезней. Но я надеюсь, что мы с вами увидимся еще не один раз в этой студии. Обязательно, спасибо большое. В нашей студии был глава Самарского внутригородского района, городского округа Самара Роман Радюков. Берегите себя, удачи в делах, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!